Самый юный участник прошедшего турнира Станислав Мамчур. Свои 8 лет, Стас 4 года занимается мотоспортом и уже виртуозно водит байк. Этот спортсмен доказал на прошедших соревнованиях, посвященных 60-летию Усарайни, где своей возрастной группе занял первое место. По словам Станислава, для него мотоспорт это больше, чем просто увлечение, а к мотоциклу относятся, словно он живой. Как друг, если его заберут, жить не смогу. Еще один победитель мототурнира Григорий Захарченко. Парень занимается мотоспортом с 12 лет и уже не раз становился призером различных областных и республиканских соревнований. И хоть у него в копилке уже порядка 10 наград различного номинала, привезти золотую медаль соревнований для него в новинку. Говорит, когда впервые пришел в секцию мотокросса, сразу же влюбился в этот экстремальный вид спорта. Пришел, мне прям очень понравилось. Вообще не прогулять даже тренировки, потому что интересно. Экстремально, адреналин постоянно. В железках ковыряться тоже интересно. Всего в турнире, посвященном юбилею Сарани, приняли участие десятки спортсменов со всей республики. А Тимиртау в них участвовали 6 мотокроссменов. Соревнования проходили в 4 классах, в зависимости от объема двигателя мотоциклов. По итогам турнира Тимиртаусы победили в 2 классах, тем самым заняв первое общекомандное место. По словам председателя Федерации Мотокросса, победа ребят – это заслуга не только спортсменов и тренеров, но и руководства города. Мы построили новую трассу, которая соответствует стандартам Федерации мотоспорта. Начали закупать мотоциклы. В этом году три мотоцикла. Но эти мотоциклы пусть не такого класса, на которых участвуют. Но, по крайней мере, на них можно проводить тренировки. Ребята накатываются, учатся на них ездить. На следующий год Аким нам пообещал приобрести, не лично он, но отдал команду, что приобретут 4 мотоцикла именно кроссовых, на которых можно участвовать даже на международных соревнованиях. На достигнутом победители турнира не намерены останавливаться и уже усиленно готовятся к предстоящему Кубку Дружбы Народов, который состоится в Алматы в конце октября. Искандер Байкен, Дмитрий Полянов, Новости Тимиртау.